В Улан-Удэ бывший директор детского лагеря и предприниматель отмывали деньги махинациями. Весной прошлого года директор, вступив в преступный сговор со знакомым предпринимателем, заключил три договора подряда на проведение текущего ремонта корпусов лагеря на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей. По завершении работ на основании подписанных им документов на счета подрядчика денежные средства перечислены в полном объеме. В действительности фактическая стоимость выполненных работ не превышала трети от этой суммы. Таким образом, фигуранты похитили более 1 миллиона 700 тысяч рублей, распорядившись по своему усмотрению. После увольнения обвиняемого с должности, новый директор при приемке имущества выявила недостачу и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, преступления и сбор полной доказательственной базы. Минувшим вечером поступило сообщение о загорании двухэтажного многоквартирного дома на улице Севастопольская. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось возгорание в комнате на втором этаже. Пожарные спасли женщину с ребенком. В результате возгорания огнем повреждены личные вещи и мебель на общей площади 5 квадратных метров. В течение 16 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Из-за ДТП перекрывали две полосы на улице Барсоева в сторону левого берега. Минувшей ночью была сбита металлическая опора. В УАНД два дня подряд эвакуировали студентов университета. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли для оперативного реагирования и организовали отсоприление прилегающей территории, эвакуацию учащихся и персонала Бурятского института инфокоммуникаций и педагогического колледжа. Специалисты взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Все сообщения оказались ложными. Управление Росгвардии по республике Бурятия напоминает об уголовной ответственности за ложные сообщения о предстоящих террористических актах. Уголовная ответственность за ведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации и предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также наряду с уголовной ответственностью по решению суда правонарушитель понесет все материальные затраты, связанные с ложным выездом спецслужб. Андрей Слепнев, Новости дня.